Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир еженедельной передачи Александра Кравчук, волновой анализ, в рамках которого мы говорим по теории волнового анализа и его практическом применении на рынке с нашим коллегой, алготрейдером из города Северодвинска, Архангельской области, Александром Кравчуком. Александр, приветствуем вас! Добрый день, Игорь Николаевич! Здравствуйте, коллеги! Всех приветствую! Взаимно! Что интересного на рынке сегодня? Что говорят нам волны? Интересного на самом деле мало, потому что в моем понимании коллекции затянулись, если это коллекции, конечно. Давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим. Бежит интернет Так, да, давайте секунду подождем. И, в принципе, должно подключиться. Видим хорошо. Так, ну, евро-доллар. То есть, думаю, помните, да, кто смотрит, в принципе, должен примерно понимать, что я ожидаю, соответственно, коррекцию вот к этому тренду, вот здесь четвертую волну. Вот. Первая, вторая, третья. Вот так вот, да. Дело в том, что четвертая волна, в моем понимании, должна была прийти где-нибудь там к 16.50 максимум. То есть, у нее там были первая цель 17.25 и 16.50. Она сегодня уже эти 16.50 проходит. В принципе, у часа 16.35 показывали в моменте. То есть, в принципе, как-то глубоко уже. То есть, по большому счету, есть у нее место, да, вот сюда критический уровень. То есть, конечно, снижаться волна, в принципе, еще может. Но, по большому счету, не должно такого происходить, потому что есть, как бы, да, пропорция вот у этого паттерна своего. Вот. Наверное, в принципе, слишком будет глубокая коррекция к восходящему тренду, и это будет больше напоминать разворот. В принципе, можно, по большому счету, вспомнить очень, ну, не совсем похожий, но, можно сказать, как бы, концептуально аналогичный участок, да. Это вот в прошлый раз, когда мы разворачивались от максимума, тоже, соответственно, да, было похоже на какое-то горизонтальное движение. Это я напомню, там, да, у нас было в 18-м году, в начале года. Также рынок, да, флетил какую-то структуру, напоминающую треугольник, в принципе, так, при беговом взгляде. И потом все-таки вышел из нее на сильный нисходящий тренд. Как бы эта ситуация не закончилась тем же самым, вот что тревожит. То есть, по большому счету, если здесь движение будет продолжаться, вот, наверное, коллекция будет уходить глубже. Ну, понятно, что очень низкий критический уровень у нее, но я думаю, что, в принципе, ждать, там, до уровней, там, в 1.15, в 1.14 уже смысла нет. Потому что все вот эти движения, здесь можно немножко ошибиться в подсчете волн, хотя, конечно, ну, не знаю, как бы, да, сильная несоразмерность будет. Но, допустим, если, грубо говоря, этот восходящий тренд закончился, который, в принципе, там, к 1.20 примерно и должен был прийти, можно сказать, он это сделал. И у него, вообще, коррекционные цели – это 1.12. То есть, вот туда, вот, если цена уйдет, то тогда получается, что импульс закончен, коррекционная структура, в принципе, закончена. И 1.12 – это будет лишь только первая остановка, да, какая-то крупная проторговка, потому что цена дальше пойдет вниз. То есть, грубо говоря, я говорю, потому что, возможно, можно, я мог пропустить разворот. Ну, вот, потому что все-таки такое снижение, да, ну, тут, грубо говоря, уже объемы пошли вниз, это нехорошо для разворота, да. То есть, по большому счету, рынок должен, грубо говоря, заканчивать движение на излете, то есть, какими-то кульминационными проходами, а здесь, наоборот, заторговывают, заторговывают, поступают, поступают, соответственно, деньги, и, по большому счету, все не очень хорошо выглядит с точки зрения окончания движения вниз. Вот, но, в принципе, успокаивает, ну, как не успокаивает, поддерживает еще, грубо говоря, уверенность. То есть, это начало в модели, то есть, вот здесь мы видим какое-то трехволновое движение, да, здесь им, как бы, клинт не собрать, потому что третья будет самая короткая. Как ни крути, в принципе, это больше похоже на трехволновое движение. Вот. По большому счету, с таких движений рынок вниз не должен начинать тренды. То есть, да, крупную коррекцию еще может, но тренд вряд ли. Вот, соответственно, есть вот такой вариант, что здесь была вот волна какая-то W, здесь была коррекция X, и вот сейчас мы должны нарисовать что-то, соответственно, в нисходящей волне. Но здесь уже больше похоже на импульс, поэтому вполне возможно, что придется еще достраивать, но и тут можно перераспределять. Короче, сложно, мутно стоять вниз уже, точнее, стоять наверх уже, соответственно, совсем неприятно. Но, по большому счету, пока с этим сценарием остаюсь, но много вопросов возникает от него. Вот, вот так вот. По фунту, по фунту ситуация немного аналогичная. В прошлый раз ожидался, соответственно, коррекция к импульсу, продолжение роста. Да, продолжение роста состоялось, но оно оказалось лишь, соответственно, еще одним импульсом, достроив до тройки. То есть, опять с разворотом, да, на новый максимум, соответственно, не задалось. Но, грубо говоря, выйти там без убытков, то есть, перевести ордера в позицию там, да, профиту было вполне легко, потому что после, соответственно, ожидания продолжения роста здесь достаточно хороший проход еще состоялся. Но потом новый минимум. Итак, сейчас мы имеем, грубо говоря, более импульсное движение, коррекция и еще одно импульсное движение. То есть, это все пока набирается на зигзаг, вот, но, в принципе, если движение вниз будет продолжаться, это также заторгует вот этот критический уровень, потому что здесь, скорее всего, вот такая вот глобальная разметка. Соответственно, да, и сейчас мы рисуем четвертую волну, которая, в моем понимании, наверное, будет, в принципе, что-то такое, типа треугольник, то есть, идем на длительный фланг здесь, достаточно широкий диапазон. Это если смотреть продолжение тренда вниз, если смотреть, грубо говоря, продолжение тренда наверх, извините, да, то есть, надо здесь какую-то крупную коррекцию рисовать, потому что вот этот вот зигзаг, необходимо его что-то упаковать будет. Наверное, еще какой-то, да, зигзагообразный какой-то паттерн крупный. Если проходим вот в этот уровень, да, заторговывает цена, это практически здесь, ну, там, 25-50, там, да, примерно, то, в принципе, все, да, надо, грубо говоря, также от лонгов отказываться, соглашаться с тем, что это был лишь крупный коррекционный паттерн, и, в принципе, как бы он тут и должен-то быть такой, да, допустимой здесь этой коррекцией быть, но она, грубо говоря, не такая глубокая, как хотелось бы. Фунт, в моем понимании, должен был повыше сходить вот в всей этой формации. Ну, а если они нарисовали такую, грубо говоря, коррекцию трехволновую к этому крупному нисходящему тренду, то здесь, конечно, новые минимумы, ну, и все остальное. То есть, это, в принципе, в будущем-то и состоится, но пока, наверное, правильнее было бы ожидать все-таки продолжения какого-то движения, достройка более крупного паттерна, потому что здесь по общему такому глобальному паттерну может быть и трехволновое движение, и пятиволновое движение. Вот если на дневной перейти график, да, даже, наверное, дневного нам не хватит, вот здесь, да, соответственно, недельный, то мы видим, что у нас здесь тройки нисходящие. Следовательно, мы вот это движение можем завершить как тройкой, вот оно либо так закончилось, либо достроить его до импульса, соответственно, да, и превратив это в волновую плоскость коррекционную. Ну, типа, три, вот здесь, да, у нас получится вот здесь плоскость, и потом мы еще пойдем вниз. То есть, вот такой вот, такая модель. Она в своем, если рассматривать вот прямо отсюда, то тогда это движение должно прийти вот, в принципе, в уровне 1, там, 40, да, примерно. Почему я говорю, что маловато, а коррекция откатила. Если это какое-то внутреннее движение, то тогда мы потом еще здесь будем флетиться непонятно где, потому что начнется потом фаза сильного укрепления доллара, вот, и фунт при этом расти тоже не сможет. Он сможет в лучшем случае быть чуть-чуть лучше остальных валют, хотя я не знаю на чем, но укрепляться при сильно растущем долларе, я думаю, фунт, ну, нет, невозможно. Эти две валюты вместе расти не могут, потому что одна на другой в паре стоит, да. Так что, грубо говоря, не знаю, ожидая продолжения все-таки коррекции, но уже, грубо говоря, все, опять же, да, все скрипит. Коррекции вот эти вот ушли слишком глубоко в своих действующих волнах, да, и надо либо им начинать флетить, разворачиваться, причем разворачиваться вот буквально вот на этой неделе, там, плюс-минус, либо, соответственно, все это будет сломано, пересмотрено, и тогда, ну, грубо говоря, находимся уже в начавшихся новых нисходящих трендах. По доллару, соответственно, вверх, то есть, разворот состоялся тогда еще, да, вот. И тогда, соответственно, все эти развороты были пропущены. По рублю, ну, тут традиционно, грубо говоря, да, вот здесь вот третья волна, один, два, три, и дальше четвертая ожидалась. Скорее всего, она получилась вот таким вот, да, трехволновым движением, ну, точнее, тут уже треугольник, вот, немножко он сдвинулся, что, в принципе, ожидалось. Могли волны С, Д и Е более крупные проторговать, но, скорее всего, сделали вот такое движение. Если присмотреться тут на мелкие, поменьше эту волновую, это, в таймфрейм взять, в волновые уровни, где лучше видны, вот этот треугольник вот здесь, да, и вот мы видим выход из треугольника один, два, три, четыре, пять. То есть, в принципе, импульс пять после четвертой волны, вот такой вот, да, немножко такого сдвигающегося треугольника готов. Так что, опять, я ожидаю здесь, соответственно, уход в коррекцию, ну, уже старшего волнового уровня, да, то есть уже какую-то волну два голя крупную. Вот, но, так или иначе, рынок, видите, да, под давлением рубля, и все время какие-то модели сдвигаются, все пытается как-то вверх уйти. В целом мы находимся в восходящем канале, он примерно у верхней его границы. Скорее всего, пробития канала резкого наверх не будет, то есть даже в рамках канала будет какой-то откат к его нижней границе, да. Если примерно вот тут попытаться построить в таком, да, виде, то это, наверное, вот так это будет выглядеть. Выглядеть это будет примерно вот так вот. Вот, и тогда мы можем ожидать возврат, там, ну, где-то как минимум-то в район, там, 75-50, наверное, да, откат будет. Думать о том, что цена здесь пройдет дальше и пробьет канал восходящий, я думаю, вряд ли, вряд ли. Потому что, скорее всего, должна быть какая-то зона нормальной проторговки уже во второй волне ко всему этому паттерну, и только потом кульминационный выстрел на третью волну. Ну, как вы понимаете, рубль трендово вот так вот в третьих волнах не ходит. То есть мы, если посмотрим на истории, там, да, там, с таких последних, грубо говоря, периодов, ну, можно сказать, девальвационных участков, да, рубль всегда долго накапливает, ну, в каком-то тренде, потом отстаивается и стреляет моментально. То есть там свечки проходят очень большие, соответственно, расстояния, там, за считанные дни. И все это в рамках каких-то трендов на ослабление, когда это происходит. Поэтому думать, что мы так плавно будем торговаться дальше, наверное, в принципе, не характерно для нашей валюты. Скорее всего, будет просто какого-то коррекционного участка, будет более резкий выстрел. Ну, когда станет понятно, да, что процессы нарастающие, негативность держать не удается, и необходимо, грубо говоря, все-таки отпустить какой-то диапазон, да, переставить его по валюте. То есть, ну, так, типа, да, сделать какую-то девальвацию небольшую. Вот, ну, а в целом, да, тренд на ослабление ожидаемое, ничего тут нового нет. И я думаю, что позитив искать сложно. Какие-то локальные вещи, там, конец года, там, да, расчеты, налоги, там, да, спрос на рубли. Ну, все это, да, может какую-то коррекцию обеспечить. Да, она будет значительная, для интро-дэй трейдера это вообще будут тренды-тренды. Там, да, мы можем там и 3, и 5 рублей увидеть, но общая ситуация-то не поменяет. Она на ослабление рубля, и я думаю, тут, соответственно, вопросов, наверное, нет. Так, ну, самое интересное, опять же, S&P тоже, да, вот он вообще, вообще пришел к уровню коррекции, который необходимо держать и не снижаться больше. Ну, и, в принципе, по нему, по структуре, как бы, не видно, чтобы, да, рынок дальше подседал. По нему более спокойно. Вот мы имеем первую фазу, да, коррекционную, и дальше мы имеем какой-то тоже такой еще, причем, как бы, больше похоже на конечный диагональный треугольник паттерн. Уровень 3220 вот тут держится, стучим в него, соответственно, пытаемся откупиться, и, наверное, в принципе, когда надо будет, они включат, соответственно, да, все свои бай-машинки, и все это спокойно выползет. Вопрос в том, это коррекция вообще, или, да, или это начало тренда. На начало тренда сильно не похоже. Ну, трехволновые паттерны никак по-другому. Пока вот я смотрю, тем более, если здесь реальный конечный диагональный треугольник, ну, тут вообще без вариантов. А, Б, С, да, получается. Вот А, Б, и в волне С у нас конечный диагональник. Конечно, этот уровень не хотелось, да, пробивать, потому что, если так посмотреть, здесь очень похоже, что это первая волна, вторая, вот эта третья, да, вот здесь мы четвертую крупную нарисуем. И, в принципе, вообще все классно, да, мы там, ну, чуть-чуть канал там, да, перестраиваем, и потом ползем по тренду дальше на новые максимумы. Все, в принципе, очень нормально. И единственное, что мы немного, да, там, по-моему, на какие-то считанные пункты заходили, но, в принципе, в фондовых рынках такое допускается, вот. Это не является такая маленькая проторговка, там, на несколько, там, десятков пунктов по S&P. Это можно считать, что не было при пробитии уровня, потому что надо все-таки более крупный проход и заторговку. Если зайдут и заторгуют, то надо тоже перестраивать это все, то есть, да, получается, что мы не в рамках восходящего импульса находимся, а в чем-то другом. Кстати, этот импульс, если там смотреть, на том, что это пятая волна, там, да, после вот этой мартовской коррекции, да, крупной с начала года, то его, наверное, можно даже, в принципе, эту пятую волну и за конечный диагональник пересчитать. А там пересечение первой и четвертой волны допускается. Более того, даже необходимо по правилам. Так что над этим всем есть время подумать, но, думаю, наверное, есть смысл голову ломать после того, как мы пробьем и заторгуем. Если мы отсюда развернемся и уйдем, то можно, грубо говоря, сказать, что разворот хоть и сложненько, но прошел. А в целом красивый трехволновой паттерн пока так. Почему? Главное, пропорции держит. Здесь, в принципе, все нормально. Если мы вот здесь сильно не уйдем, то есть там 3220, этот уровень такой, как бы, 3215, вот его надо выстоять. Так, ну и что золото? Золото там, помните, да, тот треугольник, где он там был, общий треугольник или внутри треугольник? Вот он оказался внутри треугольник, то есть достаточно вовремя я об этом задумался. Когда вот здесь мы начали, да, рисовать какие-то флеты, в принципе, возникла мысль о том, что, скорее всего, мы пройдем, можем пройти, как не сразу выйти вверх, а через вот этот вот хитрый прокол вниз, уровни, на пробой которых можно было пытаться входить в рынок. И вот, соответственно, сценарий действительно реализовался с тем, чтобы треугольник оказался внутри. То есть у нас есть быстрое падение, соответственно, вот этот треугольник в серединке, в волне B, да, после импульса, в рамках коррекции. Сейчас мы рисуем импульс C. Цель у него примерно я посмотрел, но тоже так плюс-минус 1840. Мы сейчас уже, в принципе, все сделали. То есть между нашими передачами, между моими передачами по четвергам, все это произошло, вот это снижение стремительное. Вот, но опять же, смотрите, да, если здесь действительно этот паттерн, уровень 1840, то мы стоим в конце коррекции по золоту, перед началом тренда. Опять конец коррекции, соответственно, да, опять сложный момент, пробьем, не пробьем, удлиним, не удлиним, сломаем или нет. Вот, то есть если, соответственно, этот уровень выстоит, то тогда и можно считать, что разворот, в принципе, состоится, и пойдем дальше на новый максимум. Если сломают, опять все пересматривают. Это почему происходит? Потому что доллар, он там рисует вот такой вот трехволновой коррекционный паттерн, и опять же стоит там, да, на своих границах у нисходящего канала. Это если смотреть по доллару, соответственно, да, по индексу доллара. То есть вот тоже, да, если вот он подтвердит тройку, то у него будет новый минимум, соответственно, все уйдет на новый максимум. Если, соответственно, он здесь как-то разовьет это более большое, крупное восходящее движение, то тогда, соответственно, конечно, все остальные активы продавят свои коррекции и уйдут на либо более глубокие какие-то модели, либо вообще на новые тренды вниз. То есть просто-напросто вот здесь тогда по индексу был пропущен разворот. Но вот моменты по критически, то есть, ну как критически, просто надо подождать, посмотреть, как будет ситуация развиваться. Вот такие мысли. В принципе, все. Ну и биткоин, да, напомню, что там по 10,850 примерно я ожидал уровень. Он уже чуть-чуть прошел, дошел там до 11 тысяч с копейками, развернулся, и сейчас там 10-300. То есть, грубо говоря, тоже, да, идет вниз, там, заканчивая свой какой-то импульс нисходящий. То есть по большому счету по биткоину тоже, да, новый тренд не подтверждается. Как, в принципе, тогда я ожидал, что та коррекция восходящая была лишь там четвертого года. Ну это так, ремарка, как бы, да, по биткоину. Ага, ясненько. Поняли вас. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор по рынку с точки зрения волнового анализа. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Но у меня вопрос. Пущая обстановка в США, фундаментальные факты. Дональд Трамп удивил сегодня ночью, в 3 часа ночи по Москве, видимо, дождался, пока мы с вами, так сказать, сейчас на России отдыхали, и неожиданное заявление сделал, что не уйдет мирным путем, если проиграет, поскольку считает, что проиграет, он может только в результате фальсификации, особенно голосованием по почте и так далее. Но само по себе заявление, конечно, шокирует. Естественно, демократы тут же кинулись, говорит, что вообще-то выбирают народ, а не президенты, и не ему решают, уйдет он или нет. Как вы вообще относитесь к текущей ситуации с Дональдом Трампом? Меня это шокирует, удивляет. На мой взгляд, он уже проиграл выборы, поэтому политической борьбы уже не получится. Поэтому я говорил сегодня, что, скорее всего, тема ослабления доллара на этой политической борьбе сменится уже тема его усиления, поскольку победитель, на мой взгляд, уже можно прогнозировать, если, конечно, больше ничего не случится. Вот на ваш взгляд, к 3 ноября мы с чем подойдем в эту ситуацию? Ну, я, в принципе, в прошлый раз говорил, что в предвыборный период 3 ноября я думаю, мы подойдем к фазе укрепления доллара какой-то. То есть на ожиданиях вот этой, грубо говоря, дестабилизации, неуверенности, неопределенности. Более того, да, с такими заявлениями вообще как бы немножко непонятно. А лё, демократия-то там где у них? А то они, не знаю, 80 лет её импортируют по всему миру щитом и мечом. А тут вдруг, хоп, а демократии-то у людей нет. Вот, как таковое. Ну, в общем, как бы несерьезно. Я не знаю, такие вещи, мне кажется, должны приводить в развитых демократиях, да, но как они себя позиционируют? Кимпичменту, моментально просто. То есть человеку ещё не фальсифицировали, он уже говорит, мне не важно, что будет, я посчитаю по-другому, и, соответственно, идите вы нафиг, я не уйду. Как Лукашенко, да, тоже 83%, две разницы, которые вряд ли могут существовать одновременно, да. Тайные инаугурации вчерашние и всё остальное. Я не думаю, что в США, конечно, к этому свалится, но, с другой стороны, мне кажется, подобный сценарий предполагается демократической партией. И поэтому продемократические, соответственно, да, те же губернаторы, те же мэры городов потихонечку этот Black Lives Matter потихонечку ещё поддерживают. То есть позволяют влечь этому костру, который, по большому счёту, мне кажется, правоохранительные органы зачистили бы там максимум за неделю. Но они, не применяя достаточно необходимые меры, да, для наведения правопорядка, позволяют этим, грубо говоря, настроением существовать для того, чтобы впоследствии вникаться и использовать в нужном направлении. Если что-то пойдёт не так, они просто им скажут, ну, типа, фас, вот, типа, кто виноват, да. Вот вы видите, где, где, типа, нарушение ваших свобод, ваших прав, всего остального. И это будет использовано, как такая первоударная и это равная сила, которая, соответственно, побежит, ну, уже фактически реализовывать силовые какие-то методы приведения к демократии. Можно так сказать. Поэтому я думаю, что это всё это клеит, потому что всем понятно, какие уже лайвы метросы, и Blacky, не Blacky, Yellow, и White, всё это ясно. Вопрос этот древний, российский, поднят был тоже неспроста. Ну, надо было, конечно, и пар сдуть, да, люди, экономические проблемы, кризисы, самоизоляции, всё остальное, но такой вот, да, разгул и бардак позволили сделать, наверное, с одной и единственной целью, да, дать людям набрать какую-то силу и потом в случае необходимости их, грубо говоря, просто использовать. Потому что республиканские, грубо говоря, прореспубликанские мэры, да, губернаторы навели порядок, там всё тишина и спокойствие у них. Ну, конечно, да, так же, всех посажали, побили, да и всё. А остальные, грубо говоря, держат, и для чего-то же это не происходит. Несут убытки, граждане недовольны, инфраструктура разрушается, да, там, с полицией тёрки, да, она у них излишне злая, излишне агрессивная. Ну, а как себя вести полицейскому, если ты знаешь, что у любого человека, там, от мала до велика, пистолет в сумке может быть, да, моментально. Естественно, они за эти годы вот этого вот такого, да, воздействия сразу применяют оружие. Ну, плохо, но вот такая страна, что поделать, специфика у неё такая дикая. Все вооружены, потенциально вооружены точно, и в реальной жизни, там, у каждого, там, второго, третьего оружия. Поэтому, конечно, они вот так вот себя ведут очень плохо. Ну, вот, и я думаю, что экономикой, да, конечно, ничего не восстанавливается. Это же понятно было изначально. Рынки выросли только из-за денег, которые Федрезерв предоставил. Реальная экономика в очень плохом состоянии, там, даже 50-процентного восстановления по секторам не произошло. Некоторые сектора вообще в ужасном состоянии, там, да, ритейлы, там, ну, и много всего остального. Я не знаю, как они, ну, да, рисуют какие-то показатели фондовой рынке. Ну, там, они вот так же быстро и падают, как мы видим, да, то есть, вроде, казалось бы, ничего не произошло, технологический сектор пошел на коррекцию, так как эта коррекция, насколько она уже идет и идет, остановиться не может, заливается очень быстро. Поэтому без новых денег рост будет очень сомнительный, даже вот такой виртуальных рынков, да. А реальный сектор экономики вообще встать не может, еще неизвестно, когда поднимется. Я думаю, на эту году уйдет. Если, в принципе, пандемию закончим, да, и вернемся к обычной жизни, остановление будет, соответственно, мне кажется, несколько лет присоединить. Это в реальном секторе. Фондовые рынки могут нарисовать, а еще напечатают, еще нарисуют. Это понятно, в принципе. Ну, пока, вот видите, паузу взяли, и все, не растемка. Как только ФИЭТ включит, ну, соответственно, опять пойдут какие-то новые движения. Такая ситуация. Так что я не знаю, но Трамп, мне кажется, действительно наносит, вред стране и демократии. Разрушить институт, понимаете, можно, личность одна в истории, очень, в принципе, может быть и важна. Люди меняются, но вот эти вот незыбудимости, процедур смены власти очень важны. Придет хороший человек, жалко будет отпускать, но уйдет. Придет человек не очень, как бы, компетентный, профессиональный. Ну, что, останется, и вот так вот гробит, соответственно, за то, все, что создавалось. Мы живем в стране, в которой нет сменяемости власти, как раз, не менее, бесспективный результат. Если еще и остальные туда же пойдут, ну, тогда, в принципе, не знаю, людям даже будет некуда мигрировать. Мир погрузится в средневековье, да, такое? Да, причем в любом случае, кто бы ни пришел, останется Трамп, или придет новый президент, будет это Джо Байден или еще кто-то. Ну, понятно, что если выиграет его Байден на этих выборах, но через 4 года еще какие-то другие люди придут. Все равно все будут разбираться с одними и тем же экономическими проблемами. Ни Трамп их не решит. Без тех механизмов непопулярных, допустим, да, вот сейчас они печатают, потом что придется? Сокращать расходы, объявлять дефолты, исписывать долги, инструктуризировать долг, да, скорее всего, скачать инфляцию, чтобы этот долг сжечь в инфляции. То есть вся эта ерунда придется на любого из тех, кто будет этим заниматься. Неважно, демократ, республиканец, математика для всех одинаково действует. Не придумать ничего другого. Поэтому они спорят не о том, кто спаситель, они спорят о том, кто просто личные, свои шкурные интересы и властолюбивые свои какие-то вот эти желания будет как бы просто реализовывать, да и все. Ни один из них не сделает жизнь страны лучше без необходимых реформ, которые будут больные и ужасные, и кто-то другой может, рано или поздно, имеется в виду, либо демократы или республиканцы должны будут к этому прийти. Либо система рухнет просто под своим ловесом. Я понял вас. Ясненько, Александр. Спасибо вам большое за ваш обзор и ответ на вопрос по Соединенным Штатам Америки. Желаю вам успешной торговли и хорошего дня впереди. Вам спасибо большое, Игорь Николаевич. Всем удачи. Трейдерам, профитов. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok